Девушки отдыхают В школе Володя зажил жизнью института имени Сеченова. Борька Губин сказал ему, что при некоторых кафедрах мединститута существуют студенческие кружки, которые можно свободно посещать, и Устеменко стал ходить к патологоанатому Ганичеву. Этот толстый, маленький, совершенно лысый профессор учил сомнением. Он заранее хотел избавить институт от аккуратных пятерочников зубрил, от маменькиных дочек, от скучающих молодых людей, еще не определивших свои способности. Он учил вечным поискам, намекал на то, что никакие справочники врача, учебники и добротно записанные лекции не помогут будущим эскулаповым детям, как он любил выражаться, если они не будут непрестанно искать сами. И все-таки в институт Володя попал едва-едва. Выбрав для сочинения отцов и детей Тургенева, он занялся только Базаровым, и с присущей ему страстностью и даже одержимостью назвал Базарова пролагателем новых, еще неизведанных путей в русской науке, а бедного Ивана Сергеевича дворянским Обломовым, писавшим единственно в целях утверждения «Искусство для искусства». Выдержки из Володиного сочинения читались на заседании приемной комиссии, конечно, под общий смех и неодобрительные возгласы. Не смеялся только Ганничев. — Разумеется, поднаврал юноша, — сказал Ганничев задумчиво и невесело. — Сильно и грубовато поднаврал. Но ведь он так думает. Дело, дорогие друзья, в том, что он не экзамен старался сдать и угодить нам. Он не себя в наивыгоднейшем свете нам рекомендовал. Он за Базарова заступился. Ну, вдумайтесь, дорогие коллеги, вдумайтесь в самый факт этого бешеного заступничества. Молодой человек, почти мальчик, заступился за русскую науку. Ведь в этом сочинении настоящая боль. Мальчик в Базарове и Сеченова разглядел, и Мечникова, и Пирогова. А что касается до нашего института, до Альма-Матер, то в стиле нашего абитуриента вижу я характер будущего деятельного врача. Врача, извините за высокий стиль, воина, бойца. Разумеется, нетерпимый, но самобытный, упорный, крупный. А нам такие люди до чрезвычайности нужны, учитывая еще бедствие, связанное с желанием некоторых кругов молодежи поступить в ВУЗ. В какой это им все равно, лишь бы быть студентом. Что ж, случается, выпускаем действительно. Барышень с высшим образованием, но не лекарей, выражаясь по-старому. Бывает, выпускаем и симпатичных врачей. Ганчев криво улыбнулся и махнул рукой. Что же касается Дуустеменки, то я знаю его по кружку и говорю с полной за свои слова ответственностью. Кто как... Ганчев криво улыбнулся и махнул рукой. Еще учась в школе, Володя зажил жизнью института имени Сеченова. Борька Губин сказал ему, что при некоторых кафедрах мединститута существуют студенческие кружки, которые можно свободно посещать. И Устеменко стал ходить к патологоанатому Ганечеву. Этот толстый, маленький, совершенно лысый профессор учил сомнениям. Он заранее хотел избавить институт от аккуратных пятерочников зубрил, от маменькиных дочек, от скучающих молодых людей, еще не определивших свои способности. Он учил вечным поискам, намекал на то, что никакие справочники врача, учебники и добротно записанные лекции не помогут будущим эскулаповым детям, как он любил выражаться, если они не будут непрестанно искать сами. И все-таки в институт Володя попал едва-едва. Выбрав для сочинения отцов и детей Тургенева, он занялся только Базаровым. И с присущей ему страстностью и даже одержимостью назвал Базарова пролагателем новых, еще неизведанных путей в русской науке, а бедного Ивана Сергеевича дворянским Обломовым, писавшим единственно в целях утверждения искусства для искусства. Выдержки из Володиного сочинения читались на заседании приемной комиссии, конечно, под общий смех и неодобрительные возгласы. Не смеялся только Ганничев. «Разумеется, поднаврал юноша», – сказал Ганничев задумчиво и невесело. «Сильно и грубовато поднаврал. Но ведь он так думает. Дело, дорогие друзья, в том, что он не экзамен старался сдать и угодить нам. Он не себя в наивыгоднейшем свете нам рекомендовал. Он за Базарова заступился». Ну, вдумайтесь, дорогие коллеги, вдумайтесь в самый факт этого бешеного заступничества. Молодой человек, почти мальчик, заступился за русскую науку. Ведь в этом сочинении настоящая боль. Мальчик в Базарове и Сеченова разглядел, и Мечникова, и Пирогова. А что касается до нашего института, до Альма-Матер, то в стиле нашего абитуриента вижу я характер будущего деятельного врача. Врача, извините за высокий стиль, воина, бойца. Да, разумеется, нетерпимый, но самобытный, упорный, крупный. А нам такие люди до чрезвычайности нужны. Учитывая еще бедствия, связанные с желанием некоторых кругов молодежи поступить в ВУЗ. В какой это им все равно, лишь бы быть студентом. Что ж, случается, выпускаем действительно. Барышень с высшим образованием, но не лекарей, выражаясь по-старому. Бывает, выпускаем и симпатичных врачей. Ганчев криво улыбнулся и махнул рукой. Что же касается Доустеменки, то я знаю его по кружку. И говорю с полной за свои слова ответственностью. Кто как, но я бы хотел иметь не только такого ученика, но и вы ученика. Впрочем, если товарищи сомневаются, то можно провести с ним собеседование. Товарищи сомневались. И собеседование было назначено на два часа пополудни. На собеседовании Володя сидел длиннорукий, с острыми скулами, с клочкастыми бровями, сердился, смотрел всем спрашивающим прямо в глаза и отвечал сдержанно, коротко, даже скупо. Но с такой энергией своего собственного личного отношения к предмету, который избрал своей специальностью, что почти все участники собеседования только радостно переглядывались и даже перемигивались. Все кончилось благополучно, и Володю доброжелательно отпустили. В тот день, когда Володя стал студентом, на маленьком смешном зеленом самолете прилетел Афанасий Петрович. Аэродром был на самом берегу Унчи. Отец вылез из машины, разминая ноги, словно долго ехал на подводе, простоволосый, совершенно будничный. Другие летчики повскакали с травы, отдавая честь, и по их лицам было понятно, что они знают и уважают Володиного отца. И Володя вдруг покраснел, чувствуя, как он сам гордится Афанасием Петровичем. Вот этой его всегдашней внешней обыкновенностью и простотой, его смешливыми морщинками возле глаз, его кроткой, словно припрятанной силой, широтой его души. — Родион Мифонович, не прибыл? — спросил отец. — Нет, не прибыл, — улыбнулся Володя. По военной привычке отец никогда не говорил «приехал», а говорил «прибыл». Не говорил «хочу есть», а говорил «хочу кушать». Не говорил «лягу спать», а говорил «пойду отдохну». — Смеешься над стариком, подлец! — сказал Афанасий Петрович и сильно толкнул Володю в плечо. Володя немного покачался, но не упал. Военные летчики о чем-то переговаривались. Наверное, об отце подумал Володя. У тетки Аглайи было заседание в бюро, и она приехала только к торжественному обеду, изготовленному ночью и ранним утром. Обедать, или как он любил выражаться в предвкушении вкусной еды, на поклев явился и Евгений, тоже зачисленный в институт, не без соответствующего, правда, нажима Ираида на свою маму, а то и на декана Павла Сергеевича. Втиснулся в институт Евгений как-то все-таки неловко. Сначала его не вписали, а потом после длинных переговоров приписали к списку, и Евгений по этому случаю чувствовал себя так, словно долго бежал за трамваем, вспрыгнул на ходу и все еще не может отдышаться. Но настроение у него было великолепное и даже победоносное. В сущности, ведь никто не знал, как все это было обтяпано, кроме, пожалуй, декана. Ну, а ему незачем показывать вид, что Женя благодарен, признателен и разные другое. Родион Мифоевич тоже радовался за сына. Все-таки есть что-то в этом парне, если он без особых способностей избалованной мамашей прорвался в институт. Тут дело чистое, конкурс, не подкопаешься. — Ну что ж, постарею станешь меня лечить, — сказал он Евгению. — Идет? К Костеменком Степанов пришел в штатском, и только по его багрово-загоревшему лицу и повалкой пружинистой походке можно было понять, что он моряк. Варвару Родион Мифоевич ни на минуту не отпускал от себя, так же, как и Володю. Варвара льнула к отцу, шепотом просила. — Поживи немного с нами, пап, очень тебя прошу. Возьми отпуск, ну их твои пароходы. — Не пароходы, а корабли, — наставительно произнес Степанов. — И вас тут у меня народу всего трое, а там множество. Соображай, дочь. — Женька какой-то не такой, — пожаловался Варя. — Не понимаю я его. — Разберемся. Женя в это время шепотком объяснял Володе, что ему срочно надо смыться. Дело в том, что одна компания собралась на унчу жарить настоящие шашлыки на вертелах. — Ясно, — неприязненно ответил Володя. В сумерках говорили о варенном будущем. Володя советовал поступать в медицинский институт. Афанасий Петрович говорил о технологическом, а тетка Аглая молчала и улыбалась. — Упрямо сдвинув брови, Варвара сказала с железом в голосе. — Я буду работать в искусстве. — А талант у тебя есть? — осторожно спросил Родион Мефоевич. — Я, понимаешь, Варюха, ничего этим обидного не хочу тебе сказать. Но слух у тебя, например, не слишком, чтобы... И сама ты вроде репки, крепенькая. Таких артисток-то я что-то и не видел. — Вырасту, — угрюм пообещал Варвара. Вечером, попозже, Афанасий Петрович читал какую-то тоненькую пеструю книжку. Удобно уложив ноги на диванный валик, он, не торопясь, покуривал и удивлялся. — Скажи, пожалуйста. Оказывается, птица-орел, единственная в мире пернатая, может смотреть прямо на солнце, а? Отсюда и выражение «глаза орла». — Слышал, Владимир? — Нет, не слышал. — Красивые они, дьяволы, — продолжал отец. Аглая мечтательно улыбалась, слушая брата. Темные зрачки ее мерцали. На столе тонко пел самовар, и казалось, что всегда они так вот были, все втроем, вместе, и всегда непременно будут вместе. Но на рассвете отец улетел. Провожать себя он запретил. — Дальние проводы, лишние слезы, — сказал он. Ткнул сына в плечо, как при встрече обнял сестру и вышел. Володя перевесился в окно. Отец стоял на крыльце, поглядывая в сиреющее небо. Глаза орла почему-то вспомнил Володя. Фонарь освещал простоволосую голову Афанасия Петровича, фражку он держал в руке. Таким Володя Устеменко видел своего отца последний раз в жизни. Таким и запомнил навсегда. Стоит человек на крыльце и приглядывается к небу. Там его летческая дорога. Володя и Варя стали еще ближе друг к другу. Теперь у них была одна общая тайна. Тайна от всех. Была одна общая гордость и одно общее постоянное волнение. Волнение за отцов, за летчика Устеменко и военного моряка Степанова. Никто не был посвящен в эту тайну. Даже тетка Аглая. Так Володя и договорился с Родионом Мефодичем. Незачем волновать Аглаю. Слишком много горя испытала она, чтобы еще каждодневно и еженошно думать о жизни брата. Аглай было сказано, что Афанасий Петрович отбыл на инструктаж. В Испанию? Спросила она строго. Нам знать не положено. Багрова краснея ответил Степанов. Он совершенно не умел врать. Тетка кивнула. Считалось, что ей ничего не известно. Карту Испании повесили нарочно не в Володиной комнате, а у Варвары. Но Аглая, тайно от Володи, купила и себе карту. Рассматривала она ее по ночам, запершись от племянника. Афанасий был там. Она знала это. Он не мог не быть там, так же, как покойный муж Аглая непременно был бы там. Она знала это поколение большевиков, этих хлопцев, прошедших огонь, воду и медные трубы, громкоголосых, никогда не унывающих, полуграмотных в годы гражданской войны и кончивших Академии нынче. Они все могли, эти стальные люди. Володя хмурился при каждом дурном известии в газетах и расцветал при каждом хорошем. Ему казалось, что там, где воюет Афанасий Петрович со своими орлами, не может быть плохо. Он так и видел его отца с выгоревшими волосами, чисто выбритого, вглядывающегося в далекое небо. Все больше и больше задумывался Володя о том, для чего живет человек. Все дальше сторонился он сокурсников-зубрил, сокурсников, обсуждающих проблему, как бы остаться при институте в аспирантуре. Сокурсников, умненьких девушек и юношей, прикидывающих, с какой специальностью больше шансов остаться в городе, а меньше попасть на периферию. Учился Володя мучительно. Еще на первом курсе он прочитал знаменитые аналы хирургической клиники Пирогова, в которых тот подвергал сомнениям многие неоспоримые истины своего времени, и сам начал кое в чем сомневаться. Самоуверенность иных преподавателей настораживала Володя, а его постоянно недоверяющий взгляд раздражал профессуру. Институт имени Сеченова совершенно выматывал Володины силы. Устеменко не знал, что такое праздно и аккуратно записывать лекции, для того, чтобы потом заучить их. И истерически готовиться к экзаменам Володя не умел, но тем не менее он всегда знал то, что положено было знать. Он знал даже больше, только всегда по-своему. На третьем курсе Володе очень стал нравиться белокурой огромного роста, всегда немного задыхающийся, профессор Полунин, проф. Яковлевич, близкий друг Ганичева. Ласково щурясь, похаживая перед кафедрой, он рассказывал курсу о гениальных докторах прошлого, о которых он знал очень много, подробно, так будто был близко знакомым. Вообще, Устеменко замечал, что при всем своем критическом складе ума Полунин очень любил говорить о людях хорошо, удивляться талантливости, глубине и силе мысли, работоспособности, полной отдаче своему занятию. Полунин был крупнейшим в области терапевтом. Постепенно Володя стал замечать, что главным в жизни Полунина была клиника. Здесь он, не щадя своего времени, разбирал больного, стараясь как можно яснее и точнее растолковать студентам все отклонения данного организма от нормы. Старался сгруппировать эти отклонения и, наконец, поставить диагноз. «А?» – спрашивал он вдруг по бедным шепотам, и студенты смотрели на него с восторгом, как на колдуна. «Думать надо, молодые товарищи, думать, стратегически решать задачу. В данную минуту мы определили расположение войск противника, его силы, его резервы. Чем же располагаем мы?» У Володи яростно колотилось сердце. То, что час назад было неясным, расплывалось, исчезало и таяло в огромном количестве симптомов, признаков, схожестей, все это обретало контуры, ясную и законченную форму. Болезнь была названа. О, какое это было наслаждение следить за ходом мысли Полунина, когда медленно и осторожно, словно слепой, постукивающий своей палкой, шел он от вопроса к вопросу, в то же время прощупывая селезенку и печень больного, разглядывая рентгенограммы, результаты лабораторных исследований, обращаясь к оружию из арсеналов патологии, анатомии, физиологии, шел навстречу всем темным местам, провалам, противоречиям, сопоставляя непонятные и превращая вдруг мгновенно хаос, бессмыслицу, вздор, взаимно исключающие симптомы в единое, стройное, законченное, целое, в вершину своей пирамиды, в диагноз. Будь оно неладное это время, как оно действительно мчалось, и как мало успевал Володя Устеменко, все было интересно, все важно, необходимо, даже неинтересно и было интересным, потому что требовало активного к себе отношения. А так хотелось сбегать выкупаться в унче, или вдруг бросить все, и, свистнув разбойничьим посвистом у старого Степановского дома, глубокой ночью побродить с Варей по набережной, послушать, как зевает Варвара и несет свои глупости об искусстве. Володя хихикал, а она дралась. «Послушай, у тебя же рука тяжелая», — говорил он. Раньше она получала сдачи, теперь это сделалось почему-то невозможно. И бороться они перестали, но все чаще и чаще Варя обижалась и плакала своими милыми, мгновенно проливающимися слезами, а Володя делалась смертельно жалко ее и стыдно перед ней, но он никогда не извинялся, а только бурчал. «Ну, чего ты? Ну, чего особенного? Берешь хорошее стихотворение и воешь его, а не говоришь. Слушать же противно». «Дурак, ты не понимаешь, что такое ритм, а берешься судить. У нас в студии Исфирь Григорьевна, ну хорошо, ну ладно, перестань только реветь». И все-таки им было необыкновенно славно вдвоем. Они могли подолгу молчать, словно не замечая друг друга, занимались каждый своим делом, потом неожиданно радовались, что они вместе неподалеку. Володя за столом, варю окошко. И всегда им было о чем поговорить, было из-за чего на ходу очень быстро поссориться и тут же помириться. Иногда Варвара приносила свои книги, художественную литературу. Если Володя был в добром расположении духа, он снисходительно позволял Варе немного почитать особо отмеченные ею места. Варя очень краснела, заправляла прятку волос за розовое ухо с сережкой и искательным голосом читала какое-нибудь описание природы. «Длинно», — говорил Володя, нарочно позевывая. «К чему это? Небо было лиловое, а ветер хлистал, как полотенцем». «Тут же не так!» — сопротивлялась Варя. «Тут совсем не так, Варя. Читай дальше». Варвара читала, торопясь и словно бы оправдываясь. «И не изображай», — прерывал Володя. «Зачем кривляешься? Ты же все равно не можешь говорить за гусарского полковника». «Но я, читай!» — изнемогая, Варя читала. Володя постукивал карандашом, шуршал какими-то бумагами, потом против своей воли заслушивался. Никогда нельзя было знать заранее, что именно заберет его за живое. Но постепенно Варя поняла, какие произведения ему нужны. Это было точное слово «нужны». Точнее, она не могла подобрать. В первый раз она поняла, что нравится Володе, когда читала ему «Севастополь в декабре месяце» — Льва Толстого. «Вы начинаете понимать защитников Севастополя», — читала Варя, волнуясь и поглядывая на Володю искоса. Он больше не шуршал бумагой и сидел неподвижно, потупившись. Вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление. Но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством. «Это настоящее», — вдруг сказал Володя. Что настоящее не поняла Варя? «Это простыдливость перед собственным достоинством». Читай дальше. Она читала. Он лежал на своей узенькой коечке, закинув руки за голову, словно смутные тени пробегали по его лицу. Он то хмурился, то чему-то на мгновение радостно улыбался. И, слушая, он думал. Он всегда думал, Володя Устеменко. Всегда решал какие-то одному ему ведомые задачи, непременно трудные, почти мучительные. «Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия», — читала Варвара. «Должна быть другая, высокая, побудительная причина. И эта причина — есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого. Любовь к родине». «Ну хорошо, отлично». А мы, вдруг приподнимаясь на локте, спросил Володя. «Мы?» — удивилась Варвара. «Да, мы, два комсомольца, некая Степанова и некая Устеменко. Как мы живем? Для чего? Для чего вообще мы рождены на свет?» Варис пуганно моргал. «Вечно он вдруг так неожиданно кидался. Что ему нужно? Чего он хочет, этот мучитель?» Но Володя успокоился и сказал жестко. «Ладно, не моргай. А книги, все без исключения, должны быть написаны для чего-то. Понимаешь? Вот эти... Закат был лиловый, и ветер словно тугие полотенца. Ах, не выдумывай, Володька! Или тонко пахло прелой корой прошлогоднего талого снега. Глупости, говоришь? Не глупости. Книги должны быть такие, чтобы можно было завидовать замечательным людям, хотеть сделаться такими, как они, чтобы, читай, ты мог относиться к самому себе критически. Понятно тебе, рыжая?» Минуты особого расположения, он называл Варю рыжей, хотя волосы у нее были светло-каштановые, совсем не рыжие. А стихи, спросила она, стихи Мура, кроме Маяковского. Да? А Пушкин? А Блок? А Лермонтов? Володя насупился. Тогда Варя тихо, едва слышно, прочитала одну Блоковскую строчку. «И вечный бой, покой нам только снится». «Это что?» Удивленно спросил он. Варвара прочитала все стихотворение. Володя слушал с закрытыми глазами, потом повторил. «И вечный бой, покой нам только снится». «Здорово», – осведомилась Варвара. «Я не про то», – продолжая думать о чем-то, – сказал Володя. «Я про другое». «Вот бы, знаешь, так прожить свою жизнь, чтобы действительно и вечный бой. Покой нам только снится». «А ты не сумасшедший?» – осторожно спросила Варя. «Нет, я нормальный». «А теперь ты будешь заниматься своей художественной декламацией сама, а я буду заниматься делом. Химия. Слыхала про такую науку?» Он сел к столу, зажег свою старенькую лампу с заклеенным зеленым абажуром, насупился и забыл про Варвару. А она смотрела сзади на его тонкую шею, на узкие плечи и думала счастливо и бурно. «Вот сидит великий человек в будущем, и я его первый, самый главный друг. И, может быть, гораздо больше, чем друг. Хоть мы еще даже не поцеловались». Не сознавая сама, что делает, Варя поднялась, сзади подошла к Володе, протянула ему руку к самому его лицу и велела. «Поцелуй». «С чего это удивился он?» «Поцелуй мне руку», – повторила Варвара. «И сейчас же». «Вот еще новости». «Никакие не новости», – сказала Варя. «Мы, женщины, всех вас, мужчины, родили. И за это вы нам должны быть вечно благодарны». Володя взглянул на Варю снизу вверх, усмехнулся и неловко поцеловал ее широкую теплую ладошку. Вот так удовлетворенно сказала Варя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова